Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, Дмитрий, ну вот, собственно, на Рыжкине мы так широко узнали в нашей стране, как раз после вот этой вот сцены замечательной. На совбезе? На совбезе, да. Так вы поддерживаете или не поддерживаете? Да, да. Там, мне кажется... Нет, ну мы, конечно, мы знали о нем и ранее. Широко в стране, да. Да, но широким массом в Украине действительно он запомнился как раз после этого совбеза. В целом, Дмитрий, что скажете об окружении Путина сейчас, о российской верхушке, об их настроениях, насколько такие едины они? Или же есть кто-то, кто втайне подумывает о чем-то? Как думаете, есть ли недовольные в окружении Путина? Я думаю, что недовольных делается все больше, это неизбежно. Конечно, многие втайне подумывают, они же не глупые люди, они информированные. Кроме этого, у них есть навыки самостоятельной обработки информации и принятия решений. То есть они-то не понимают, куда идет дело гораздо лучше рядового телезрителя. И понимают, что корабль идет на скалы. И, конечно, они плохо спят по ночам и стучат вставной челюстью, потому что не могут понять, что делать дальше. Многие из них завидуют Чубайсу, который вовремя сошел, но сами они решиться на такое не способны. Возможно, потому что слишком много теряют, а возможно, потому что не хватает решительности. Но то, что они внутри себя поскрипывают, и то, что, может быть, они даже между собой в очень ограниченном масштабе о чем-то перемидиваются, Мне кажется, это совершенно очевидно и неизбежно. Ну, не дураки же. Понимают, что они лучше всех знают, какие на самом деле цели ставились в начале операции. И они лучше всех понимают, что эти цели провалены. И они понимают, что приближается момент, когда им придется за что-то отвечать. Или перед Путиным, или перед теми, кто Путина уберет. И, конечно, это называется старинным политическим термином брожение в умах. Вот брожение у них есть, но раскола у них нет. И рассчитывать на то, что сейчас там кто-то что-то сделает, мне кажется, еще совершенно рано. Но процесс пошел, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. На годиннику третя. Тривая прямая эфир загального национального марафона «Едині новини». Украина-24 взяла слово. На годинниках шоста рангу. Девятая рангу. И артиллерия, и мини, что не слышали. З Дніпра. Рівно 15-та. Цей российский танк украинские военные взяли как трофей. 18-та в Украине. Зі Львова Александр Стасишин. Новини сьогодні. Украина-24. Зі звільнених сіл Чернігівщини. Олексій Продайвода, Олександр Давиденко та Роман Ведмеденко. Про все важливе дивіться зараз. З Одесси Діана Федотова. Украина-24. Триває загального национального марафона «Едині новини». Ось тут ви бачите, наскільки низько лягали осколки. Разом до перемоги. Триває загального национального марафона «Едині новини».